В минувшие выходные Атамань вновь радушно встречала гостей. 11 июня в казачьей станице прошел фестиваль «Гарна Сальца». Гостям представилась возможность отведать одно из главных блюд кубанских казаков, а местным кулинарам прекрасный повод проявить свою фантазию. В этот день в музей под открытым небом отправилась и наша съемочная группа, которая запечатлела самые яркие моменты фестиваля. И снова Атамань собрала гостей. Вдоль главной улицы комплекса выстроились курени, каждый из которых по-своему уникален, что не подворье, произведение искусства и сплав традиций, которые присущи определенному району края. Хата Славинского района – подворье завыликих гулянок. Основное место в ней занимает коллекция гармоний. И не случайно, ведь принадлежит инструмент великому кубанскому роду гармонистов, роду Романа Байды. Собирались гармонии как из личной коллекции казака, так и приобретались у музыкантов, передавались в дар. Здесь же можно увидеть семейные фотографии, предметы быта, жил Роман Байда на стыке 19-20 веков и был известен своим мастерством настолько, что легенды о нем ходят до сих пор. Роман Байда был человек очень удалой, гармонист замечательный, любил погулять, отдохнуть. И однажды возвращался он с очередного мероприятия домой. Дорога была дальняя, устал казак и уже смеркалась. Решил он заночевать в стогу. Он заночевал, а ночью проснулся от того, что озяб и гармошку выронил. Вокруг него волки были. Окружили волки стог и уже рассчитывали позавтракать. Но звук гармонии отпугнул их. И тогда Роман поднял гармонь, заиграл и играл до рассвета. А с восходом солнца волки разошлись. И наш казак, целый и невредимый, отправился домой. С тех пор его хата, его подворье стало любимым местом для всех станичников. На сердце фестиваля, как и принято, находится на главной сцене у хаты станичного правления. Именно там состоялось торжественное открытие фестиваля «Гарно-Сальце». Со всех сторон, со всех подворьей спешат со своими угощениями умилые хозяюшки. Чего только не приготовили знатоки кубанской кухни. Как приготовить сало совершенно новым, необычным способом? Сало с медом, сало в шоколаде или мороженое из сала? Вам кажется это невкусным? Те, кто приехал на этот фестиваль, смог убедиться в обратном. На самом длинном столе станицы красовались нарезанные кусочки сала с мясной прожилкой, засоленные по особому рецепту, домашнее соленое сало с чесноком, горчицей и зеленью, сало в виде роллов, тортов, пирогов и даже в шоколаде. Но самым популярным блюдом среди гостей стал любимый продукт по традиционному рецепту. О, гостей будем бутербродом с салом привлечать. И будем горилку наливать. Древнего кубка, который носили наши предки, на пастбище, на башчу. И с него наливали и угощали. А як же ж. Яркое и вкусное событие поразило гостей масштабом и разнообразием. Все участники фестиваля серьезно подготовились к творческой презентации своего стола. Салом угощаем и горилки налываем. Зуси России гости у нас рецепты сало просят. Ну а мы рады постараться, да за слабою погнаться. Подходите, посмотрите на вашу голову, да и покуштуйте. Всем приятного аппетита. Девиз фестиваля Гарну Сальце каждой доброй душе полностью себя оправдал. На изготовление атаманского бутерброда ушло более 220 килограммов сала, свыше 400 буханок хлеба. Длина бутерброда составила 83 метра 60 сантиметров. Это рекорд России. Он стал возможным благодаря участникам из всех районов Кубани, которые не пожалели сала и привезли его в Атамань. Продегустировать бутерброд-рекордсмен смогли все гости этнокомплекса. Прекрасно. Салом накормили до такой степени. Смотрите, набрали сколько, а здесь-то невозможно. Очень хорошо, очень весело. Здорово. Фестиваль продолжился народными гуляниями и выступлениями лучших творческих коллективов Краснодарского края. Первыми на главной сцене Атамани выступили народный мужской ансамбль «Самородок» Славинского района. А в это время вокруг центральной площади развернулся самый настоящий палаточный городок, где умельцы всех районов края представляли свои работы. Любой желающий мог приобрести понравившуюся вещь и увезти с собой частичку кубанского быта на свою родную землю. Попробовать себя в качестве настоящих мастеров гончарного дела в Атамане мог любой желающий. Любомир Аникин в подворье Гришки-Горшени Абинского района посвящал вазы гончарного ремесла. Учил, как придать форму глиняным изделиям. Вот такой комочек помещаем в центр, раскручиваем маховик для того, чтобы этот ком глины можно было отцентровать. Вот мы центруем относительно оси. Вот мы уже отцентровали. Водичку используем как элемент скольжения. Без использования водички руки будут липнуть к глине, и горшочек не получится. Музей под открытым небом – Атамань, отражение всей Кубани. Здесь есть всё – и история, и культура, и песни, и кухня, и всё то, что дорого сердцу каждого кубанца. За это время здесь побывали около пяти миллионов человек. Это говорит о том, что в нашей стране, а особенно на Кубани, с каждым годом возрастает интерес к её истории и традициям. И с каждым годом Атамань собирает всё больше людей, завоёвывает их сердца, кого-то знакомит, в чьей-то памяти освежает знания о родном крае. Многие из гостей праздника в казачьей станице уже не впервые. И приезжать сюда стало для них доброй традицией. Очень интересно, очень много познавательно, очень много исторического. Дети вот наши сейчас растут, они не видят вот этого всего. Вот здесь мы как раз привезли детей для того, чтобы посмотрели, как раньше жили. Посмотрели, что такое прялка, какие раньше дома, как раньше готовили на углях. То есть это вот именно нужно для того, чтобы сохранить нашу культуру. Очень нравится, очень красиво здесь. Люди доброжелательные, весёлые, красочные. Это, дай бог всем здоровья, что настолько гостеприимны. Мы очень довольны этим отдыхом и запомним нашу жизнь. Мы первый раз в этом краю, со средней Волги. Нам это всё удивительно, это всё здорово, вкусно. Это по-настоящему по-кубански, щедро, красиво, весело, задорно. Большое спасибо тем, кто организовал этот праздник. Для нас это, ну, душа нараспашку. Обо всём, что происходит в Атамане, рассказать невозможно. Тем более, что развлекательная программа меняется каждый день. Фестивальный график в этом сезоне будет насыщенным. Праздник вареников, смачный борщец, краевой этнофестиваль «Казачий разгуляй», легенды Атамани и ещё много интересного. В общем, у вас ещё есть время и шанс окунуться в море казачьих традиций. Приезжайте в Атамань, вас ждут игры, обряды, песни, танцы и, конечно же, радушный приём. Надежда Ниткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События».